МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипенко. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Больше возможностей, меньше контрольных. Владимир Путин дал ряд поручений по развитию сферы образования. Учеба с комфортом. Как живут студенты с РФТИ в новом общежитии? Вкусный фест 2021. Саровчан приглашают на осеннюю ярмарку. Далее расскажем обо всем подробно. О зарплатах учителей, контрольных работах и безопасном интернете для детей. На сайте Кремля опубликовали перечень поручений, который дал Владимир Путин по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ, которое состоялось в конце августа. Подробности далее. Усовершенствовать систему оплаты труда учителей, проанализировать объем учебной и внеучебной нагрузки школьников, сократить число контрольных и проверочных работ, утвердить требования в части инклюзивного образования. Эти и другие поручения дал Владимир Путин по итогам заседания Президиума Госсовета. Главное дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни. Создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией. Помочь тем детям, которые по разным причинам испытывают трудности с обучением. Это могут быть проблемы психологического характера, большой учебной нагрузки, сложные жизненные ситуации в семье. Отмечу, что на сегодняшний день дифференциация качества образования в нашей стране остается слишком высокой, очень высокой, особенно на ступени основного общего образования. Это классы 5 по 9. В перечне, опубликованном на сайте Кремля, говорится и об изменениях в сфере дистанционного обучения. С января 2023 года для дистанта должны будут применять только государственные ресурсы. Помимо этого президент поручил рассмотреть вопрос о госрегулировании оборота информационной продукции для детей в интернете. Также в перечне поставленных задач обновить систему преподавания истории на уровне общего образования и поддержка школьного туризма. Кроме того, Владимир Путин поручил включить в программу по капитальному ремонту школ на предстоящие пять лет оснащение их мебелью и оборудованием, разработать предложение по сокращению сроков строительства и реконструкции образовательных учреждений. Выступая в августе на заседании президиума госсовета, президент России обратил внимание на то, что многих педагогов задевает термин «образовательная услуга» и поручил исключить из законодательства это понятие. Давайте подумаем о том, чтобы проработать вопрос корректировки законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах. Отдельная тема в опубликованном перечне – широкая информационная поддержка конкурсов профессионального мастерства педагогов. Владимир Путин предложил создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование. В начале учебного года для студентов с РФТИ открыло двери новое общежитие в 22-м микрорайоне. Здания должны были сдать в августе 2020 года, но из-за пандемии сроки перенесли. Строительство завершили весной этого года. В гостях у студентов побывала наша съемочная группа. Новое общежитие студенты Саровского физико-технического института ждали давно. В здании на улице Маяковского мест не хватало, поэтому многим ребятам приходилось искать приюты в городских комнатах и квартирах. В этом году заветная мечта исполнилась. С 1 сентября началось заселение в новое общежитие. Сейчас там живут 302 человека. Еще не все потянулись. Вот так ожидаем еще. Еще городские ребята просились у нас тут тоже пожить. Городские ребята у нас на Маяковского живут, студенты с техникума живут на Маяковского. Некоторые пожелали остаться там, это были бакалавры и магистранты. Общежитие рассчитано на 330 мест. Также 5 квартир выделено для преподавателей и их семей. В новом общежитии у студентов есть все необходимое для комфортной жизни. Стиральная машина и холодильник, балкон, прачечная, комната отдыха и даже тренажерный зал. У каждого студента есть свое рабочее пространство. Есть свой стол, есть отдельные полки для книг. Во время моего студенчества мы о таком могли только мечтать. Также новое общежитие оснастили комнатой для маломобильных групп населения, инвалидов и людей с ОВЗ. В ней есть все необходимое для того, чтобы таким студентам здесь было удобно жить. Вообще очень комфортно, очень просторно, комнаты очень большие. Если там у нас на Маяковского было по 6 квадратных метров на человека, то здесь по 8 и более. То есть очень просторно. Большие комнаты для занятий, широкие коридоры. Не обошли вниманием и парковочные места. Для студентов есть крытая парковка для автомобилей и велосипедов. Самое важное это то, что за все эти условия цена за общежитие не стала выше. Когда летом перед приемом сентября нам прислали фотографию, я знаю, мои родители были просто в шоке. То, что такие удобства и главное по минимальной стоимости. Во-первых, то, что просторность общежития, как бы очень просторное общежитие, нахождение кухни, что очень удобно. Светлые тона очень, все светло, так приятно находиться. Наличие балконов, что тоже немаловажно. Само общежитие действительно очень интересное. В будущем руководство общежития планирует благоустроить прилегающую территорию здания. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Людям с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления могут запретить работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство России. Документы разработал Минтранс. Ограничения будут касаться как судимых в России, так и в странах Евразийского экономического союза. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Преподаватель гимназии номер 2 Ксения Воронина которые отмечают во всем мире 1 октября. С 27 сентября по 9 октября любой гражданин старшего возраста, который проживает в Нижегородской области, может обратиться за консультацией по вопросам реализации прав и законных интересов в социальной сфере и сфере пенсионного обеспечения. Телефоны 8 831 430 84 43 430 43 57 430 41 33 430 90 39 Сыровчан приглашают на вкусный фест. В связи с пандемией мероприятие пройдет в формате ярмарки выходного дня на набережной реки Сатис в парке Зернова. Какие сюрпризы ждут горожан на вкусной фесте, расскажем в следующем репортаже. Полюбившийся горожанам вкусный фест пройдет в Сарове в третий раз. На этот раз площадкой для фестиваля станет набережная реки Сатис в парке имени Зернова. Организаторы праздника и предприниматели города готовят для гостей насыщенную и разнообразную программу, а также сюрпризы и подарки. Одной из фишек мероприятия станет лотерея. Одним из интерактивов нашего вкусного феста будет как раз розыгрыш призов от предпринимателей. Они будут разыгрывать свои сертификаты. Кто-то, может быть, вкусную тарелку у бесплатного шашлыка разыграет. Мы сейчас как раз креативим на эту тему. Как взрослых, так и детей на фестивале ждут различные интерактивные площадки. Концерт от городских творческих коллективов, бармен-шоу, световое шоу, мастер-классы на любой вкус, фейерверк. Одним словом, скучать будет некогда. А чтобы согреться в осеннюю погоду, все желающие смогут угоститься чаем, кофе и глинтвейном. Основная идея нашего феста – это все-таки праздник от предпринимателей города. Это, наверное, такое единственное мероприятие в году, которое готовится предпринимателями, проводится непосредственно для горожан при непосредственном участии бизнес-сообщества. Это наша гордость, так скажем. Еще одно из важных направлений фестиваля – поддержка бизнеса в Сарове. Предприниматели города покажут свое мастерство. Огрожане смогут выбрать для себя то, что им понравится больше всего. Это возможность предпринимателей в очередной раз прорекламировать себя, свои умения, своими умениями удивлять население. Также это мероприятие учит предпринимателей, заставляет думать о том, как себя лучше презентовать, чтобы люди в непраздничные времена посещали их торговые точки. Вкусный фест пройдет с соблюдением всех необходимых ограничений. Фестиваль ждет гостей с 12 до 18 часов. Мероприятие без возрастных ограничений. В клубе молодой семьи «Семья» состоялся день открытых дверей. На первой встрече в новом учебном году родители, дети, организаторы обсудили планы мероприятий и провели интересный мастер-класс. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Душевные разговоры за чашечкой чая, интересные игры и мастер-классы. Так проходят встречи клуба молодой семьи «Семья». Для родителей это возможность обсудить вопросы воспитания, школу и многое другое. А дети весело проводят время и заводят новых друзей. У нас проходят и развивающие занятия, и мастер-классы, и праздники мы проводим вместе. Много-много чего другого. Наверное, одна из основных целей клуба – это досуг. В рамках осенней недели добра в молодежном центре прошла первая встреча клуба в новом учебном году. Организаторы провели для ребят и родителей мастер-класс, на котором показали, как сделать игрушку из подручных материалов. За чаем хотим обсудить дальнейшие наши планы на весь учебный год. Ну и, конечно, куда же без мастер-класса. Сегодня дети вместе с родителями будут делать замечательные такие подвижные поделки, для того, чтобы настроение у всех было веселое, радостное и замечательных клоунов. Встреча клуба молодой семьи проходит еженедельно в пятницу в 17.30 в молодежном центре. Дополнительную информацию можно узнать в группе ВКонтакте «Клуб молодой семьи «Семья Саров» или по телефону 99-118. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». К спортивным новостям. Саровчан приглашают на турнир по баскетболу «Мирный Атом», который пройдет 1 и 2 октября в спорткомплексе «Юниор». В соревнованиях примут участие спортсмены из Озерска, Заречного и Нижнего Новгорода. Наш город на первенстве представит команда «Рфятсвнеев». Вход свободный. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Более подробная информация в группе «БК Атом» Саров ВКонтакте. Во дворце детского творчества прошел турнир по шашкам для школьников. Первыми к сражению на черно-белой доске приступили первоклашки. Кто-то из ребят участвовал впервые, а кто-то не раз побеждал соперников в шашках. Я участвовал в шашечных турнирах два раза, когда был в садике. Мне нравится, ну и вот сейчас турнир шашечный. Мне нравится игра в шашки. Соревнования проходили в несколько туров. После завершения каждой партии ребята сообщали организатору свой результат, чтобы он внес его в турнирную таблицу и в финале смог определить лучшего игрока, который не оставил шансов на победу ни одному сопернику. Все участники получили положительные эмоции и памятные призы. 28 сентября отмечают Всемирный день борьбы с бешенством. Лучший способ уберечь четвероногого питомца от этого смертельно опасного заболевания и снизить риск для себя и окружающих – вакцинация. О том, где в Сорове можно привить своих любимцев, расскажем в следующем репортаже. Загрызла свою хозяйку и держала в страхе всю деревню. Это не выдумка из фильма ужасов, а реальная история, произошедшая в Кстовском районе Нижегородской области. После нападения на хозяйку собака выбралась с участка и покусала несколько местных жителей. Животное поймали и провели тест на бешенство. Диагноз подтвердился. Бешенство – это вирусная болезнь животного человека. Характеризуется она сильным поражением нервной системы и стопроцентной летальностью. Оно опасно и для человека, и для животного. Бешенство не лечится. Для наших пушистых товарищей эта болезнь не только смертельна, но и мучительна. Чтобы обезопасить и жизнь животного, и свое здоровье, ветеринары рекомендуют прививать своих питомцев. Причем не только собак. В случае заражения опасны все животные. Даже если это кошка или маленький хомячок. Вовремя сделанная вакцинация предотвратит примерно на 98%. Для животных это схему нужно соблюдать. Не пропускать через год, через два года. Часто хозяева пренебрегают профилактикой, ссылаясь на то, что питомец не выходит на улицу. Но заразиться может любое животное. Питомец может убежать из дома, а вернуться уже заболевшим. Поэтому ветеринары советуют наблюдать за поведением любимца, чтобы вовремя заметить опасные симптомы и обратиться за помощью. Если животное начинает нетипично себя вести, будь то лаской или наоборот агрессией, это может быть первым признаком заражения бешенством. Бешенство у нас передается в основном через укус или через ослюнение. То есть, когда слюна больного животного попадает на поврежденные кожные покровы, либо на слизистые оболочки. Симптомы могут проявляться на третий день. У животного это сначала апатия, отказ от еды, может быть повышение температуры тела. Лучший способ профилактики такой опасной болезни, как бешенство – вакцинация. Как для животного, так и для человека. Привить питомца можно в ветеринарной клинике «Свой доктор». Специалисты центра помогут пушистому члену вашей семьи быть здоровым и счастливым, а также окажут квалифицированную помощь в любых ситуациях. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин